Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной сессии этой недели. Собственно, продолжаем мы следить за новостным фоном, событиями, статистикой и тем, что, собственно, приводят в движение те инструменты, которыми мы спекулируем из-за дня в день, собственно, каждую неделю и каждый месяц. Как вы помните, эта неделя у нас подкладывает, опять же, эстафету очень интересных отчетов. В данном случае речь идет о главном событии для доллара. Правда, здесь еще можно поспорить, что для доллара, кажется, главным событием. Либо все-таки заседание американского регулятора и итоги которого будут подведены в среду, либо все-таки обещанная налоговая реформа, которую нам, как говорили, предложено, собственно, для анализа до конца этой недели. Я склонен не совсем верить, опять же, что это случится, потому что, на мой взгляд, сейчас налоговая реформа, а Трамп, это сродни с чуду, учитывая, как долго мы ее ждали, как много было витьеватостей, проблем, барьеров, трудностей. И, собственно, насколько была критична позиция даже однопартийцев, Трамп, республиканцев, не устраивающих, собственно, тем документам, который был представлен им для анализа, и из-за которой реализация этой реформы затянулась, собственно, уже практически на 9 месяцев. Время неуклонно движется, собственно, к закату 2017 года, и я думаю, что, с одной стороны, Трамп прекрасно понимает, нужно что-то делать, нужно делать, чтобы поднять собственный рейтинг, нужно выполнить хотя бы что-то из того, что он обещал, и налоговая реформа, если таковая будет предложена, реализована. Это, конечно же, очень много вопросов закроет лично к нему. Для нас, для спекулянтов, мы будем обсуждать эту тему, для нас, для спекулянтов, налоговая реформа, прежде всего, это потенциальный импульс, который может быть оказан для американского доллара. И если наши ожидания окажутся верными, американская валюта сможет получить такой мощный импульс, которого мы с вами не видели очень долгое время. Ну и второе событие, как я уже отметил, это заседание американского регулятора. Безусловно, никаких изменений в процентной ставке сейчас и речи быть не может, даже с учетом того, что происходит все, что меньше всего прогнозируется, но ставку в лучшем случае поднимут только под закат 2017 года в декабре. Но мы еще ждем с вами конкретику по поводу сокращения баланса. Я очень надеюсь, что завтрашняя торговая сессия и крайне насыщенный вечер, если анализировать это событие с учетом, опять же, московского времени в 21.00 по Москве, в 21.30 без конференции, это как раз тот самый инфоповод, который может дать ответы на многие вопросы. И будем надеяться, в этот раз, хотя бы в этот раз, после стольких уж разочарований, приведет к росту американца, к более серьезному восстановительному ране, нежели чем то, которое мы наблюдаем сейчас. Что касается прочих активов, мы, безусловно, по ним сейчас пробежимся. Как и всегда, давайте начнем с рынка нефти. Клосс 55.43 сейчас инструмент торгуется на отметке 55.41. В рамках вчерашней торговой сессии стоит отметить преобладание понижательной динамики. Собственно, все активы углеводородов были закрыты в отрицательной зоне. Там хоть и символичные потери, но согласитесь, это все равно статистика и ценовая динамика со знаком А-минус. Это снижение после 5-процентного ралли бычьего, которое мы наблюдали на прошлой неделе. И что сейчас движет, собственно, рынками? Безусловно, все трейдеры, которые спекулируют на нефтянку, сейчас следят за фундаментом и ищут комментарии, новости, которые касаются будущего перспектива энергетического пакта. Увеличение, к примеру, количества участников этого пакта, либо изменение сроков его действия, продление, либо сворачивание. Конечно же, какой фундамент с этим появляется? Такая реакция на нефтянку и такое движение на рынке бренда EWTI. Ну и, разумеется, таков и результат, который мы с вами рассчитываем получить. Плюс ко всему, трейдеры обращают внимание на статистику. Вот сегодня я с особым удовольствием, будучи медведем по бренду EWTI, хочу предложить вам обзор. Точнее, даже в целом не буду касаться всех его основных положений. Это доклад от Администрации электрической информации, согласно которому озвучены и обозначены новые планы по росту сланцевой добычи нефти на октябрь. И в соответствии с этими планами в Штатах ожидается прирост добычи на 79 тысяч до 6,08. Если ожидания будут оправданы, если прогноз подтвердится, то мы с вами, друзья, будем говорить о том, что в 2017 году 10 месяцев из 10, разумеется, уже с учетом октября, сланцевое производство растет. Это очень важное наблюдение и мой посыл, вот сейчас масса, опять же, аудиторий, которая следит за фундаментом, которая просматривает брифинги и не упускает этот аналитический контент. Это мой посыл и наблюдение, связанное с тем, что те, кто считает, что производство нефти в Штатах снижается, посмотрите на цифры. Где вы это увидели? Производство нефти в Штатах Америки продолжает расти. И то, что снижается периодически количество нефтяных терминалов Бейкер-Хьюз, это еще не свидетельство того, что будут страдать и объемы добычи. Что касается дополнительных новостей по поводу энергетического пакта, есть и таковые. Эти новости связаны с Нигерией, которая, как вы помните, в последнее время рассматривалась в качестве следующего кандидата на присоединение к этому энергетическому сообществу. И многие стали строить избыточные оптимистичные ожидания, что раз Нигерия, собственно, станет участником энергетического пакта, значит, перепроизводство будет сокращаться еще быстрее. Но последние новости гласят о том, что Нигерия не так уж и быстро станет, собственно, членом энергетического пакта, потому что возникли какие-то форс-мажорные факторы и обстоятельства, из-за которых сам факт присоединения к соглашению будет отложен на несколько месяцев вперед. Друзья, вот попомните мои слова, я думаю, что Нигерия, если и станет участником энергетического пакта, то уж точно не в этом году. Я думаю, что в лучшем случае, в лучшем случае, ближе ко второму кварталу 2018 года. Ну, то есть здесь простая математика сразу должна быть включена, учитывая те объемы добычи, которые идут со стороны этого региона, насколько снова будет актуальна проблема с перепроизводством рынка нефти. Мы видим то, что на этой неделе трейдеры готовы отойти от прогнозов, ожиданий международного энергетического агентства, ОПЕК, которые и обеспечили вот это рай на прошлой неделе, и сфокусировать свое внимание на статистику, на реальные цифры, на факты. И сейчас эти факты создают больше возможностей для продаж. Должим следить за данными, собственно, продолжим искать интересные события, которыми можно объяснять динамику нефти. Но думаю, что у нас, как и всегда, будет больше аргументов по обслуживанию того, что бренд нужно продавать. Рубль 5801, ближайшая цель, ну, совсем ближайшая, маленькая микроцель 58 достигнута. Нам, собственно, что 58, что 57 особо погода не играет этот уровень. Самое важное то, что рубль девальвируется. И вот видите, малейшая просадка нефтянки тут же аукнулась в еще большей проекции, опять же, по влиянию на курсы российского валютного актива и девальвации рубля. 58 – это планка, которую еще придется пообхаживать какое-то время, поскольку сегодня мы, безусловно, рассчитываем, что нисходящая динамика по нефти продолжится. Если расчет будет верен, то рубль будет уже тестировать с определением 58-50. Наша ближайшая цель с вами 60. Евро против доллара. А вчера из важных отчетов стоит отметить данные по инфляции и, собственно, этой статистикой объяснить, почему евро вчера пользовался спросом. Потому что вы могли заметить то, что и доллар рос. И это не совсем обычное поведение активов, когда у нас растет доллар. Мы ставим на ослабление рисковых инструментов и наоборот. Но вчера день был исключением, поскольку европейскую валюту поддержали данные по, наверное, самому важному релизу, который сейчас стоит анализировать по еврозоне. Это индекс потребительских цен. А базовая инфляция выросла до 0,3% с минусом 0,5% 1,3% в годовом выражении. Что касается обычного показателя, основного 1,5%. Конечно же, далекие мы от цели в 2%, но если сравнивать показатель, тот, который вышел вчера, с показателем двухмесячной давности, здесь очевидный прогресс, рост индикатора, который, возможно, также отражает ситуацию на нефтянке, на рынке энергоресурсов. Потому что именно продукты питания и углеводороды – это основные компоненты разгона инфляции. Но как бы то ни было, рост инфляции – это, конечно же, то, что является положительным моментом для покупателей евро, потому что с ростом инфляции повышается вероятность предстоящей нормализации денежно-кредитной политики. Друзья, я хочу здесь сделать небольшую ремарку. Мы видели по индексу потребительских цен значение повыше. Но то, что индекс сейчас находится на отметке 1,5% и, казалось бы, недалеко до 2% каждый для годового показателя 0,1% – это просто гигантский шаг. Для того, чтобы его можно было пройти, нужно свято верить в рост, пустой, ажиотажный спрос в активности потребителей на внутреннем рынке и верить в то, что та же самая нефтянка будет неуклонно двигаться вверх. Я, разумеется, не буду противоречить себе, потому что я уже неоднократно говорил, что этих двух моментов, по крайней мере, веры в них, и то, что эти процессы будут самоподдерживающимися и, собственно, процессами, которые простимулируют рост иноксопотребительских целей, я считаю то, что очень много проблем еще для еврозоны и уж с потребительской активностью точно, а с инфляцией тоже. Поэтому снова оперирую словами последними. Марио Драги, представитель Европейского Центрального Банка, который обозначил очень много таких глубинных рисков, которые имеют место быть. И еще раз дал понять, что в рамках мандата ИЦБ ориентиром является не только экономический рост, но и показатель инфляции. До тех пор, пока не будет целей в 2%, мы не получим даже сигналов о нормализации денежно-кредитной политики. Когда это произойдет, мне неизвестно. Но думаю, что можем спокойно жить, опять же, до конца 2017 года, будучи уверены в том, что ИЦБ останется привержен прежней мягкой экономической политике. Соответственно, по евро какой расклад, какая цель нужно ставить на снижение. И нужно быть крайне осмотрительным, опять же, к каким-то ложным доводам, которые могут создать перевес в пользу покупок. Вы зрите в корень и, собственно, сразу, опять же, проецируете наперед, что для еврозоны будет рост европейской валюты дальше. Что для еврозоны, для показателей инфляции такое, уровень 1,22 или 1,25 по евро. Я вам говорил, что каждая фигура, каждые 100 пунктов выше отметки 1,20, это просто то, что поставит под сомнение и станет самой настоящей угрозой для того прогресса, который уже удалось достигнуть за счет этих мер экономического стимулирования. Поэтому ЕЦБ, разумеется, не будет сводить весь этот прогресс на нет за счет неправильных решений, которые могут быть приняты. Поэтому политика будет мягкой. Если политика мягкая на контрасте с тем, что происходит в, собственно, США, то есть как оппонента евро-долларе, о каком росте, и уж тем более резком, чрезмерном, можно оговорить. Дальше идем. Доллар японская иена, 8-недельный хай, 111,50 сегодня на азиатской сессии. Мы с вами в одном шаге от тестирования 112. Я думаю, что, может быть, локально этот уровень преодолеть будет проблематично, потому что сегодня денечек у нас спокойный. Ну, думаю, что даже если бы и были отчеты, какие-то рынок все равно их проигнорировал, потому что перед ФРС никто не торопится рисковать. Перед ФРС все копят силы и еще раз оценивают все, что происходило раньше, пытаясь понять, какие же решения будут приняты, что можно будет услышать от председателя американского регулятора Джанет Йеллин. Друзья, я напоминаю, что по доллару у нас самый важный сигнал, который можно было только получить в пользу жесткой риторики, был получен еще на прошлой неделе, когда вышел отчет по инфляции, самый сильный релиз с начала 2017 года. Если инфляция растет, значит нет причин, из-за которых ФРС бы держался за голову и не мог бы снова объяснить, почему же инфляция снижается и почему выжидательная позиция, собственно, должна быть более приемлемой для представителей ФРС, нежели позиция по еще одному решению о росте процентных ставок. Мы помним, что и представители ФРС готовы были и сейчас остаются в таком же статусе изменить. Своему мнению даже самые, собственно, мягкие представители, изменить мнение, это что значит? Это значит отдать свой голос в декабре за рост процентных ставок, если на рынке улучшится статистика. Ну она же улучшилась, ну посмотрите, не нужно цепляться за розницу, например, роничные продажи. Вот видел очень много и статей, и сводок, и обзоров, то что роничные продажи, то есть активность потребителей в пятницу поставила крест на всем прогрессе, который был до этого зафиксирован в рынке труда, в росте заработных плат и в индексе потребительских цен. Ну какой бред, друзья, ну как это может быть вообще? Как эти категории можно сравнить между собой? Я надеюсь, что вы понимаете, что это несравнимые вещи, и самый важный отчет вышел в четверг у нас в прошлый, но потенциал его влияния будет раскрыть, скорее всего, только в эту среду, когда мы с большой долей вероятности получим очередной сигнал в пользу более жесткой монетарной политики. По поводу роста процентных ставок уже более-менее ясно все с ожиданиями. Я жду даже больше конкретики, больше приятных заявлений для покупателей доллара по поводу текущего баланса, его сокращения. А ФРС уже должен избавляться от этой кипы накопленных облигаций за время финансового кризиса, их очень много. Это даже по многим сомнительные показатели доходности и вообще как перед ними будут, собственно, исполняться обязательства, по ним точнее. Но это уже вопрос, наверное, другой. Нам нужен план, нам нужна дорожная карта того, что ФРС скидывает эти облигации. И я надеюсь, прям ставлю максимум ожиданий, которых только можно сейчас закладывать под это событие, то, что завтра ФРС сообщит о том, что в середине октября он начнет постепенно сокращать баланс. Это мощный, конечно же, фон, и очень хотелось бы верить, что этот фон не приведет к последствиям, которые заранее очень трудно рассчитать, с учетом того, что они логично не оправданы. Собственно, как это было с британцем, вы помните, мы так долго анализировали показатели инфляции, и мы четко определили распределение голосов, которое должно быть обозначено в момент голосования по поводу за повышение процентной ставки и против. Мы расписали сценарий того, что будет вдоль и поперек, и вместо того, чтобы получить, когда этот сценарий реализовался, наши ожидания как вознаграждение, то есть увидеть фунт дешевле, мы видели, как рынок, собственно, затравил на полтысячи пунктов вверх. Очень не хочется, чтобы ситуация повторилась и сейчас, и надеюсь, что доллар не просто так сейчас восстанавливается, может быть, он хочет сейчас показать какое-то небольшое движение, чтобы не баловать, опять же, резким ростом по факту среды. Но самое главное, чтобы мы снова не улетели в район 110 и уж точно не оказались ниже. Хорошо, что сейчас трейдеры меньше внимания уже обращают на геополитику, это позволяет нам оставить ситуацию вокруг Северной Кореи, резолюции, но, собственно, санкции и словесные перепалки где-то там позади. Сейчас фокусироваться на событии номер один этой недели, собственно, это события заседания ФРС. И не забывайте, что где-то там вот витает обещанная налоговая реформа. Сроки до понедельника, возможно, ее, если это не очередная, собственно, мулька, которая присутствует на рынке, эту реформу могут выкатить и сегодня, и завтра, и в четверг, и в пятницу. Собственно, какая-то конфетика может появиться на выходных или в понедельник. Мы должны быть в режиме ожидания. Фунт против доллара. Британская валюта, вчера мы видели, просели, это логично было после того ралли, которое мы наблюдали в конце прошлой недели. То, что фунт начал корректироваться вместо того, чтобы расти, и то, что наша с вами, опять же, наша с вами попытка объяснить, что же мы все-таки увидели, когда Банк Англии решил осилами трейдеров, собственно, решить проблему с высокой инфляцией, задрав курс, потому что высокий курс – это то, что снижает имиды потребительских цен. Фунт начал корректироваться, и, собственно, снова выступил Карни, который еще раз напомнил то, что рост инфляции продолжится, ставки могут быть повышены в ближайшие месяцы. Мне лично было смешно уже наблюдать за этими комментариями. Я надеюсь, что вам тоже. Банк Англии очень сильно, собственно, навредил многим трейдерам, очень многих разочаровал, и многие затаили обиду в отношении британца, поэтому я надеюсь, что кто-то из вас все-таки контролировал риски, надеюсь, что большинство из вас, тех, кто парковали фунтом, надеюсь, что даже несмотря на такое восходящее движение, потери были минимальны. Кто-то, знаю, оказался, к сожалению, не самой завидной оппозицией положения, рисковал в расчете на то, что фунт покажет резкое ослабление. Я тоже, собственно, таким событием иногда злоупотребляю правила риск-менеджмента, но это оставил между нами, скажем так, потому что я знаю на риски, которые идут, потому что пытаюсь поймать определенную волатильность. Но очень часто рынок ведет себя совершенно иначе, нежели мы предполагаем. Я затаил на фунт тоже обиду, поэтому сейчас для вас анализирую эту валютную пару, но пока не буду предпринимать никаких действий в плане торговли, потому что фунт абсолютно непредсказуем. Фунт ясно дал понять то, что сам не понимает, что является движущей силой для него. Но если сам фунт не понимает, куда нам тогда рядовым обывателям и спекулянтам пытаться понять, что с ним может случиться. Друзья, еще хотел пару слов сказать про биткоин. Сейчас у нас котировки 3852, мы снова после тестирования планки 4000 за единицу уходим вниз. Я думаю, что это отголоски присутствующего негативного фона, собственно, как я вам и говорил. Не тропитесь с покупками, возможно, мы по биткоину сходим еще к прежнему минимуму, может быть, даже придется их переписать, потому что вот этот негатив никуда не уходит. Это негатив, скажем так, китайского происхождения. Почему так? Потому что Китай – это лидер по, скажем, добыче криптовалют. Китай – это концентрация майнинговых мощностей. Китай – это, как вы помните, по отчету Zero Hedge в 2016 году 90% всего биржевого оборота. И сейчас Народный банк Китая закрывает, собственно, биржи, сразу взялся за верхушку, где сконцентрированы наибольшие объемы, наибольшую ликвидность. И кто-то считает, что проблему очень быстро удастся миновать, потому что есть другие площадки, и ликвидность туда очень быстро перетекет. Собственно, никто ничего не потеряет, просто пару лишних движений и все. Но не все так просто, друзья. Дело в том, что вот эти драконние методы, о которых я сказал со стороны Народного банка Китая, они могут привести даже к тому, что почему бы, скажем, Народный банк Китая, если так активно борется с интересом криптовалютам, старается навязать прежний интерес к традиционным активам, которые регулируются, почему бы ему не вообще закрыть доступ на территории Китая к альтернативным биржевым площадкам, на которые, казалось бы, должна сейчас уходить ликвидность. Это Coinbase американская, это еще и конкурсская Bitfinex. Думаю, что многим из вас знакомы этих биржей. Если это произойдет, то с перетоком ликвидности возникнут серьезные проблемы. И я думаю, что такое решение может стоить и биткоину еще как минимум процентов 30-40 капитализации. Кто знает, может быть, даже и больше. В общем, риски сейчас сохраняются. Эти риски нет возможности перебить никаким позитивом, потому что вообще никакого позитива нет на рынке криптовалют. Но, надеюсь, он появится, потому что, признаю, много денег в этой среде, и тех, кто заинтересован в том, чтобы спрос все-таки сохранялся, должны подготовить нечто компенсирующее в плане позитива. Может быть, и сам Народный банк Китая, и китайская регуляция станет помягче, потому что они уже не так много дров наломали. Главный посыл, который нужно было уловить, то, что крипта остается под давлением, и если уж и торговать, то крайне минимальным объемом, и рассматривать в качестве приоритета продажные сделки. Собственно, друзья, снова мы затянулись нашими привычными инструментами. И, опять же, оставляя я про запас всегда еще несколько активов, но время неумолимо также движется вперед. Не хочу больше отнимать у вас время, вы и так потратили на меня уже больше 20 минут. Давайте попробуем тогда в формате следующего брифинга ограничиться, опять же, несколькими словами по тем активам, которые мы традиционно с вами разбираем, и больше уделить тем активам, на которые наш взор падает довольно редко. Это будет правильно и справедливо. Обязуюсь, собственно, сделать это завтра, но остается только пожелать вам хорошей торговой сессии, собственно, так же, как и всей недели. Фундамент новости с меня. Буду стараться и давать какую-то первичную оценку, рассказывать, что и как может произойти. Ждем, собственно, роста доллара. Пока что все складывается в соответствии с расчетом, не хочется скакать и сглазить, потому что рост доллара – это сейчас единственное, на что нам остается делать ставку, и не хочется, чтобы и эта инвестиционная идея нас подвела. Друзья, не забывайте то, что у вас есть возможность присоединяться к обсуждению, пусть не в режиме онлайн, но наш контент-видео регулярно укладывается на канале на YouTube. Можете подписаться на канал Амаркетс, так вы будете в курсе всех новостей и всего контента, который добавляется практически на ежедневной основе. Не упустите ничего интересного. Заходите на раздел с брифингами, прям кликайте на актуальный, под видео, собственно, будет поле с комментариями. Оставляйте ваши вопросы, публикуйте, собственно, ваше видение рынка, ваши инвестиционные идеи. Я уверен, что они будут интересны не только мне, а всему трейдерскому сообществу Амаркетс. Ну, осталось только добавить, что если все-таки провалитесь в актуальный, свежий брифинг, параллельно с вопросами, думаю, не так уж это и трудно, оставьте, пожалуйста, лайки, большие пальцы. Спасибо тем, кто это делает. Всего доброго, до свидания.